Ловля плотвы в январе-феврале В январе условия на водоемах меняются в худшую сторону На дне разлагаются растения, забирая кислород, а сверху дают толстый лед и низкие температуры Зажатой в таких тисках рыбе приходится в буквальном смысле выживать Она становится пассивной, отдельные виды входят в состояние полусна, некоторые вообще покрываются слезой и неподвижно стоят на дне глубоких ям до прихода весны Рыболовы считают этот период самым неблагоприятным в плане рыбалки и называют его глухозимелем Даже плотва, от которой летом порой нет отбоя, в середине зимы клюет очень вяло Но ее можно успешно ловить во таких тяжелых условиях, если подойти к делу творчески и с пониманием Иными словами, чтобы ловля плотвы в глухозимье была результативной Необходимо хорошо изучить ее поведение в это время года, уметь настраивать снасть под пассивную рыбу Постоянно экспериментировать, подбирать приманки и способы игры Где искать плотву в глухозимье для начала можно спросить у других рыбаков, на незнакомых водоемах Этот простой метод работает почти всегда Бывает, что местные неохотно делятся информацией и даже могут направить по ложному следу В таком случае надо просто понаблюдать за ними, что и как ловят, где оставляют прикормленные лунки, чтобы потом на них вернуться, и так далее Обычно на рыбном месте всегда наблюдается скопление рыболовов Если на водоеме никого нет, плотву придется искать самостоятельно В середине зимы она находится там, где больше кислорода, а именно на границах течения и относительно спокойной воды В местах впадения притоков и ручьев может опускаться на глубину до 8 метров Кроме того, она любит неровное дно, на котором забровка или свала можно прятаться от хищников Главным признаком перепадов глубин являются трещины и торосы Лед ломается на сильном течении, а там, где струи нет, он нарастает, становится толстым Таким образом дефекты на льду появляются как раз на границах свалов и могут растягиваться на десятки метров, повторяя рельеф донной поверхности Незаменимым помощником на рыбалке в середине зимы станет халот Конечно, он не способен отличить плотву от других видов, но наличие рыбы покажет, а это уже немало С его помощью также можно быстро найти те самые перспективные неровности, на которых периодически появляется объект ловли Даже в холодное время гадоплотва много передвигается и надолго задерживается на тех участках, где есть корм Поиски – да единственная причина ее непрерывных прогулок Но это еще не означает, что она будет клевать В январе-феврале эта рыба становится очень переборчивой, а там, где много рыбаков, капризности добавляется еще и осторожность Требование к снасти для ловли плотвы в глухозимье подойдет любой удобный зимний удильник Чаще всего любители подледной ловли используют легкие балалайки со встроенной катушкой или кобылки с пенопластовой ручкой и мотовилом Они оснащаются чувствительным кивком, способным передавать слабые, едва заметные поклевки Именно так может клевать плотва в разгар зимы, поэтому грубые кивки пружины и другие металлические аналоги для рыбалки в этот период не подходят Большинство рыбаков-земняков ограничиваются тонкими ловсановыми кивками, а самые увлеченные делают сигнализаторы с высочайшей чувствительностью лисконского волоса или астролона, тонкой монтажной пленки Не стоит ставить слишком толстую леску, она может испугать осторожную рыбу Рекомендуемый диаметр мононити 0,10 мм, а если поимка крупных экземпляров не предполагается, тогда можно поставить леску 0,08 или даже 0,06 мм В это время года не редкость, когда рыболов битый час сидит над лункой, но поклевок нет Он уверен, что и рыбы под ней нет, поэтому идет таскать ее дальше Однако на его место приходит другой и начинает таскать платву одну за другой При этом и снасти, и мормышки у них одинаковые, но второго тоньше леска В глухозимии платву уловят на самые маленькие мормышки, которые только есть в наличии Они могут быть свинцовыми или вольфрамовыми, но обязательно небольшого размера Неплохо показывают себя капельки, овсинки, уралки, козы и миниатюрные чертики Почти не уступают ему ловистости приманки плоской формы вроде клопа, но только в спокойной воде На течение игра таких мормышек крайне неустойчива, что в ловле пассивной рыбы может стать решающим фактором Само собой, не в пользу рыболова Рабочий цвет подбирается экспериментальным путем Зачастую при ловле на больших глубинах цвет мормышки не играют никакой роли Рыба одинаково берет как на светлые, так и на темные приманки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова